Всем привет, с вами Зарубан. На этой неделе Google официально запустил платежный сервис Android Pay в России. Я уже им пару дней попользовался, теперь можно платить не только айфонами и самсунгами. Сейчас расскажу подробнее. Поехали! На самом деле никакой особой эйфории от запуска Android Pay я не испытал, так как с 11 апреля этого года я без проблем оплачиваю все своими часами Samsung Gear S3, используя сервис Samsung Pay. Но сервисы от Google я все же ждал, так как имея смартфон Samsung, я не мог использовать Samsung Pay по причине серости своего устройства. А как мы знаем, Samsung не поддерживает Samsung Pay в России для серых устройств. То есть устройство должно быть обязательно сертифицировано в том регионе, в котором вы хотите использовать Samsung Pay. Но речь не об этом. И странная получается фигня. Часами я могу оплатить, телефоном не могу. И мне было любопытно, будет ли работать Android Pay на моем сером смартфоне. И 23 мая я узнал ответ. Будет. И теперь по красоте можно оплачивать как часами, так телефоном. Наличные деньги в некоторых местах до сих пор принимают. Но давайте все-таки остановимся на варианте оплаты с Android Pay. Итак, для того, чтобы платить своим смартфоном, используя Android Pay, вам необходимо следующее. Итак, первое, что вам необходимо, это смартфон с операционной системой Android версии 4.4 и выше. Второе, в ваш смартфон должен быть встроен NFC-модуль для того, чтобы осуществлять оплату. Третье, это приложение Android Pay, которое вы можете скачать в Play Market. И четвертое, у вас должна быть банковская карта того банка, который поддерживает данный сервис в России. Список таких банков вы сейчас можете видеть внизу экрана, я опущу их бегущей строкой. И если телефон отвечает всем требованиям, о которых я сказал, то берете карту, добавляете в приложение и все, можно платить. Что касается процесса оплаты Android Pay, он немного проще, на мой взгляд, чем у Samsung и у Apple. То есть, для оплаты вам нужно всего лишь разблокировать свой телефон, поднести к терминалу и оплата произойдет автоматически. То есть, вам не нужно открывать каких-то специальных приложений, вам не нужно прикладывать палец к сканеру отпечатка пальцев. Более того, на вашем телефоне даже может не быть этого сканера, потому что верификация может проходить как кодом, так и каким-то, может быть, еще паролем. Не важно, то есть, отпечаток совершенно не обязателен. И я не считаю, на самом деле, процесс оплаты Android Pay менее защищенным по этому, потому что у вас, в принципе, могут карту с PayPass взять и точно так же что-то оплатить, приложив ее, ну, для тех операций, где не требуется пин-код. Поэтому, в целом, считаю, что вполне себе безопасный метод и волноваться вообще не стоит по этому поводу. Также, в связи с запуском Android Pay, стартовало несколько промо-акций. И так, например, в день запуска 23 мая проезд в московском метро стоил 1 рубль, точнее, должен был стоить. И у них что-то там пошло не так. За это, короче говоря, московскому метро дизлайк. Второе, что было, это скидки на Аэроэкспресс. Это, опять же, Москва. Я из Питера, поэтому это меня не сильно затронуло. Также в сети Coffee and Starbucks вы можете получить какую-то бесплатную печеньку, оплатив кофе через Android Pay. В сети Fast Food Burger King, например, целых 2 месяца с момента запуска все бургеры будут стоить в 2 раза дешевле, если их оплачивать через Android Pay, используя MasterCard. Блин, главное не ожирить за эти 2 месяца. То есть с картой Visa и уж тем более с картой Mir такое не прокатит. Ну и для того, чтобы быть в тренде и платить пока еще не как все, мне пришлось отказаться от своей карты Ситибанка, которой я пользовался года 3. Ну, потому что как-то не очень у них с технологиями. Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay они не поддерживают. Я не знаю, будут ли. Поэтому некоторое время для оплаты Samsung Pay и Android Pay я пользовался картой Raiffeisen Bank. А буквально вчера ребята из Rocket Bank подогнали мне свою бесплатную дебетовую карту. Для тех, кто первый раз слышит про Rocket Bank, коротко расскажу. Это банк, чисто мобильный банк, который входит в группу банка открытия, что в принципе вызывает определенный уровень доверия к себе. Банк открытия вы все прекрасно помните. Это рекламы знаменитые с Криштиану Роналду Александром Овечкиным. Что мне понравилось в этой карте? Эта карта бесплатная, то есть ежемесячное обслуживание равно 0. Это кэшбэк 10% в любимых местах, которые каждый месяц обновляются. Это 1% кэшбэка на все покупки, возвращается обратно на Rocket рублями, позже разберусь, что это такое. И это 7,5% годовых, начисляемых на остаток. Короче говоря, это не реклама на самом деле, я просто правда решил воспользоваться этой карточкой, посмотреть вообще, что это такое, насколько она крутая. Позже, если вам будет интересно, расскажу и об этом. Если вы тоже хотите завести себе карту Rocket Bank, можете пройти по ссылке в описании и оформить ее совершенно бесплатно. Как вы видите, карта добавилась в приложение. Пойдем что-нибудь купим? Кэшбэк. Только что я оплатил свой Макдак, вот он, ничего не смог понять, все так быстро произошло, разблокировал, приложил, все, оплата произошла, очень удобно, как-то так. Вот так вот просто выглядит процесс оплаты с Android Pay, пишите в комментариях, как вы оплачиваете свои покупки, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Зарубан, всем пока!